В портал МФО 24 поступила информация об очередном случае незаконного переоборудования квартир московского жилого дома для дальнейшего использования помещения в коммерческих целях. По словам жильцов пятиэтажного дома, расположенного по адресу улицы Зеленодольска, дом 45, корпус 1, в четырех квартирах первого этажа новые собственники начали капитальные работы по обустройству отдельных входов, а также помещений квартир для размещения новой аптеки. Новые собственники утверждают, что получили соответствующие разрешения в департаменте жилищной политики и жилищного фонда города Москвы на перевод жилых помещений в статус жилых. Жители дома считают, что данное разрешение получено незаконно и документы о проведении общего собрания собственников квартир со всеми подписями подделаны, так как в реальности никакого собрания не проводилось. Для того, чтобы прояснить ситуацию, группа портала МФО 24 выехала на место событий. На протяжении года ведутся непонятные строительные работы. Когда жители стали выяснять, что происходит, выяснилось, что беззаконных на то основание в обход интереса жителей сфальсифицированное слушание и дом из жилого, квартиры проданные, проданные квартиры переведены из жилого фонда в нежилой. Номер 2, номер 22, номер 3, тут много квартир, они переведены из жилого фонда в нежилой и ведутся полные перепланировки квартир. Здесь сносятся несущие конструкции именно первых этажей. Выкупившие коммерсанты планируют здесь сделать аптеки. Жители категорически против сложившейся ситуации на протяжении года пишут жалобы в различные инстанции. На это чиновники отписываются и полностью игнорируют мнение жителей. В итоге жители района обратились в штаб ЛДПР, вышли на штаб Юго-Восточного отделения ЛДПР, обратились через штаб к депутату Соболеву. Он направил депутатский запрос. Параллельно данный запрос был опубликован на сайте Йополис. Мной были направлены обращения в префектуру, в мэрию, в прокуратуру также. И был получен ответ из префектуры о том, что здесь никакие работы якобы не ведутся, что эти работы вообще проводились незаконно. Незаконно собирались проводить новый вход, работы по оборудованию нового входа в квартиру, то есть ломать несущие стены. И самое главное, что этот вопрос должен будет в ближайшее время рассмотрен на административной окружной комиссии по незаконному строительству. Проблема в том, что на эту комиссию попасть достаточно сложно, потому что ни жители, ни заинтересованные лица не оповещаются о месте и времени ее проведения. И фактически может быть принято решение, которое будет не в интересах жителей. Приехав сюда на адрес, я увидел, что действительно ломается фасад здания. Жители с негодованием говорили о том, что их никто не уведомлял о том, что здесь будет делаться. Вырубили деревья, которые жители лично сажали, в общем, деревья многолетние. И ведутся работы как на фасаде дома, при мне подвозили металлоконструкции, так и внутри помещений. На данный момент мы вместе с жителями составили обращение к депутату Соболеву. Виктор Васильевич отправил запросы в прокуратуру Юго-Восточного округа, в префектуру Юго-Восточного округа и Департамент жилищной политики. По факту сейчас мы имеем прокурорскую проверку. Прокурорская проверка ведется на предмет законности проводимых работ на предмет законности предоставленных документов, поскольку новый собственник этих помещений предоставил документы, в которых усматриваются явно признаки фальсификации. А именно собрание жильцов, подписей жильцов дома на самом деле не существующих. То есть имеется у нас на данный момент жильцы дома порядка 100 подписей, именно жильцов дома, которые говорят о том, что никаких подписей никто у них не собирал. Работы ведутся все равно и как бы ничто их не останавливает. Местные жители негодуют, они собираются выходить на пикет, готовы организовывать митинг. Также мы этот вопрос будем рассматривать на ближайшем заседании группы муниципальный контроль, рабочая группа муниципальный контроль в Государственной Думе и продолжать привлекать к данной ситуации должностных лиц города Москвы и федерального начинника. Портал информ 24, фонд поддержки общественных инициатив, ее поле, взяли дальнейшее развитие ситуации относительно переоборудования квартир дома на контроль.